Болитесь, Боже! Болитесь! Не слышу еще! Боже, будь милостью в ко мне грешному! Создай в мя Господь и помилуй в мя! Бесчиславец и грешил Господи! Прости меня грешного и помилуй! Достойно есть всякого истину! Блажите тебе Богородицу! Пресноблаженную и пренепорощенную! Матерь Бога нашего! Счастнейших и урывимых славнейшего! Истину Серафим! Безысление Бога! Слово Родише Исущую! Богородицу тебя велещаем! Слава Твою Сыну и Святому Духу! И ныне и присно и во веки веков! Аминь! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи благослови! Воскресе измертвы! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Молитва ради Пречистой Твоей Матери! Силы Чеснага Животворящего Креста! Святых Ангелов наших Хранителей! И всех ради святых! Помилуй и спаси на всякое благое си человека любец! Аминь! Боже, будь милостив ко мне грешному! Создав имя Господи и помилуй меня! Бесчислависти грешил Господи! Прости меня грешного и помилуй! За молитвы святых Отец Наших! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй нас! Аминь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе всяческих ради! Боже, очисти меня грешного, як и не коли же благое сотворив пред Тобою! Но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя! Да неосужденно отверзу устам и недостойно восполю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святого Духа! Ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Царю Небесной, утешите ли души истинные, и живи здесь и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю! Приди вселись обны и очистенные от всяких скверных! Спаси блажи души наши! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши! Владыка, прости беззаконие наше! Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков! Аминь! Отче наш, иже и Син на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе! Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, якажи, и мы оставляем должником нашим! И не введи нас в искушение, но избави нас от лука вагон, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава во веки! Аминь! Оставши от сна, припадаемте блажангельскую песню, пиемте сильной! Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Отодрай сна, обозривайся, Господи, умы, просвети сердце и снимай отверзи! Вы ежепетите, Святая Троица! Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас! И ныне и пресно, и во веки веков Аминь! Внезапно Судия приидет, и ко Его же деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи! Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! От сна воста благодарю Тебя, Всесвятая Троица! Кому герой Твоя благость и благотерпение? Прогнялся на ленивые и греши! Не погубил меня с беззакониями моими! Но щадоколюбцов и всеобычные мещания, Лежащего возьми у меня и сила! Я живу, третийство освоить и державу Твою! И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, И разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, И пяти Тя во исповедание сердечным, И воспевайте всесвятое имя Твоя, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и пресно, и во веки веков Аминь! Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу! Приидите, поклонимся, Христу, Цареве, Богу нашему! Приидите, поклонимся и преподем К самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему! 109-й Псалом Сказал Господь Господу моему, Сиди и одеснуй меня, Да коли положу врагов Твоих, Под ноженок Твоих! Жезл силы Твоей пошлет Господь Сиона, Господствуй среди врагов Твоих! В день силы Твоей народ Твой готов во благолепие и святыни, Из чрева прежде Деницы, подобно России рождение Твое! Клялся Господь и не раскается, Ты, священник, во век подчину Мелхиседека! Господь одеснует Тебя, Он в день гнева Своего поразит царей, Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, Сокрушит голову в земле обширной, Из потока на пути будет пить, И потому вознесет главу! Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, В совете праведных и в собрании! Великие дела Господни, Вожделены для всех любящих Онные! Дело Его – слава и красота, И правда Его пребывает вовек! Памятными садил Он чудеса Свои, Милостив и щедрый Господь! Пищу дает боящимся Его, Вечно помнит завет Свой! В силу дел Своих Явил Он народу Своему, Чтобы дать ему наследие язычников! Дело рук Его – истинный суд, Все заповеди Его верны! Тверды на веки и веки, Основаны на истинной правоте! Избавление! Избавление! Послав Он народу Своему! Заповедал навек завет Свой! Свято и страшно имя Его! Начало мудрости – Храк Господень! Разум верный у всех, Исполняющих заповеди Его! Хвала Ему пребудет вовек! Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, И крепко любящий заповеди Его! Сильно будет на земле семя Его, Род право благословиться! Обилие богатства в доме Его, И правда Его пребывает вовек! В отме восходит свет правым, Благ Он и милосерд и праведен! Добрый человек милует и взаймы дает, Он даст оттвердость словам Своим на суде! Он вовек не поколеблется, В вечной памяти будет праведней! Не убоится худой молвы, Сердце Его твердо упывая на Господа! Утверждено сердце Его, Он не убоится, Когда посмотрит на врагов Своих! Он расточил, раздал нищим, Правда Его пребывает вовеки! Рок его вознесется во славе! Нечтиво увидит это, И будет досадовать, Заскрежет зубами своими И истает! Желание гнистивых погибнет! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно и во веки веков! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Свою Сыну и Святому Духу, и ныне и прелестной, и во веки веков, аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос По Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, но более делом Ей многие щедроток и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью вовеки Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело правдущих в меня Но это вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово Что отторг мне от Твоих руки и оградой, но или хочу, спаси меня, или не хочу Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев Матери Моей Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя, Тебе, Тебе так же, как возлюбил я, когда Твой тайный грех И чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Атами Плещающему Особенно же, потружу для Тебя, Господа и Бога мой Иисуса Христа Во все дни жизни, ныне, всегда, в веки веков. Аминь Аминь Святой Ангел, поставь на хранить мою бедную душу и несчастную жизнь Не оставь меня грешного и не отступи от меня за него сдержание мое Не дай возможности взломать демону, починить меня все преобладания от вас смертного тела Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою И выведи меня на путь спасения От святого Ангел Божий Хранитель и покровитель бедному души и тела Прости мне все, чем я скорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаким грехом И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости Аминь Аминь Забвение Неразумие Нерадение Удаляйся скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца И помраченного ума моего И погаси плави мне страстей, ибо я убог несчастен Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов И освободи меня от всяких злодеяний Ибо Тебя благословляют все роды И причистие имя Твое славится во веки вечное Аминь Аминь Молите Бога о нас, святые угодники Божии Игнатия Владимир Надежды Ибо мы усердно к вам прибегаем Скорым помощником, молитвенником о душах наших Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою Благословена Ты в женах И благословен плод чрева Твоего Яко родилась и Христа спасся, избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила, щаснага, животворящего креста Господень Не оставь нас грешных, уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твои И благослови достояния Твои Победа на стопротивные дары Твои Сохраняй крестом, Твоим жительством Спаси, Господи, помил Отца Мого Духовного Родителей, Сродника, Благодетеля, Митрополита Глариона Епископа и Тихий Вениамина, Агафангела Диамида, Тихона, Антония Священная Рея, Акима Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Засимова Максима и Владимира и Глеба Не дай погибнуть Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла Венедикта, Франциска, Корнея, Александра Диадора, Митрополита Тихона и весь священнический иношеский чин И высшие истинные служители твоих миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам И нам, да еще, священника, если угодно тебе, Господи, смири власть и воинство их, наведи страх твой на них И через них сотвори благое церковь твою, умудри их издавать добрые законы, дабы ли достойно могли жить уверенно и в их водительство Дабы было еще выделять нуждающимся Сохрани их от покушения на них Владимира, Демитрия, Дональда, Рамзана Владимира, Александра, Эрдогена и Амана И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет И научи нас, Господи, ценить это мирное время И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступничество от тебя Сохрани и в этот день нас от всякого рода зла и греха От непосильных искушений Слава тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою Для всего починам добрых помощников, наставников, советников И сохранить, защити жилища наши и селения от пожара От воров От нечистой силы Живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Абрати Людмилу, Болящую Любовь, Владимир, Алексей, Иосиф Прищи добрых жителей с детьми, любящими и знающими устав твои святые Спаси и помилуй Сохрани школу Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадо, Виктора, Сергея, Силасяна Людмилу, Нину, Аликтину, Сергею Обрати и побуди всех на проповедь Евангелия Спаси и помилуй, Надежду, Валентину, Екатерину Анастасию, Наталью, Евгению Аромана, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Езру, Русика Обрати Тимура, Самира на путь истины, дабы не верила же пророчества Екатерину, Екатерину, Галину, Александра, Филиксандра, Сергея, Сергея, Благослови Возри на угрозы, на пакости творимые врагами Утиши их, не дай им погибнуть В судный день не помяни их безумие Примирись с нами, если угодно, воле Твоей и Святой Посети благодетели, воздаем добром всей жизни и будущей Елену, Людмилу, Врате, Евгения, Наталью И знаешь, Господи, души всех расположены к Тебе Хвала Тебе, наш Иисус Найди отступников коснистых сердца Михаила, Николая, Александра, Юлию, Благослови и Максима И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря Найди все наше родство Ездоки, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе Посети болящих, дай силу перенести страдания И пошли мы исцеления Валерия, Иллариона, Кирилла, Алексея Игоря, Надежда Алифтину, Валентину, Валентину Татьяну, Татьяну, Нину, Марью, Александру Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо по Твоему благоволению Все это может оказаться на пользу Слава Тебе, Боже наш И сохрани наше сокровище В интернете и книге здесь И воздай добром тем, кто помогает нам быть там И распространять Слово Твое И благослови трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктор Андрея, Андрея, Сергея, Сергея, Вячеслава Благослови, Господи, содружество его Слава Тебе, Боже наш Романа из Батвы, Духа лжи Виталию Никите дали духовное рождение И желание трудиться в поте лица Слава Тебе, Боже наш Слава Тебе, Благослови Евгению И Лену И новые души Кому мы возвестили Слово проповеди Аллилуйя Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия Путешествующих Раису Льва Виктора Ты благословил нас, Господи И мы возвратились Сохранности из путешествия Воздай добром всем принимавших нам Помогающих нам Павлу, Динаиду, Владимиру, Дмитрию Сергея Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня, грешного Слава Тебе, наш Бог Иегова Аво, Отче Свят, 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 Господь Саваок Вся земля полна слава Его Аллилуйя Слава Вышних Богу На земле мир в человеках благоволения Благодарю, Господь, за тот день Который дал мне веру В Тебя, страх пред Тобой И ожидание суда Божия Благодарю Тебя, Господь, за тот день Который дал мне святую Библию И указал на толкование святых отцов И на канону церкви, как на их сину Аллилуйя Воздай вечности всем Кто судился над моей душой Возрастанием ее Благостаю Марию Степана Александра Михаила Анну Пресвятая Госпожа Богородица Преснодева Мария Матерь Христа Бога Нашего Спаси нас с молитвами своими Ангел Христов Хранитель мой святой Моли Бога о мне грешнем Благодарю тебе, мой ангел Сколько лет ты защищал Прошу не отпокинешь смертный счастье Когда душа будет разрушаться от тела И проведи душу мою на мытарствах И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего Аллилуйя Молите Бога о нас Святые ангелы и архангелы Херувим и Серафим Все небесные силы Престолы Божьи предстоящие Святые апостолы Петра Павла Аллилуйя Ириста Матвея Маркова Моли Бога о нас Иоанн Креститель, претещий Христов Научи нас, Господи, жить и в бедности Имея пропитание, одежда Быть благочестивым и довольным Никогда не роптать, не завидовать Быть во всем экономным И видеть нуждающихся и помогать Моли Бога о нас Святитель Христов Никола Мерекис и чудотворец Молите Бога о нас Тепе и пороки Божии Илья Елисея Инох, Моисей, Самуил, Аарон Иоанн, Иосиф, Патриархи Ездра, Ниеме, Амос, Наум Исаия, Иеремия, Варух, Изики Ильосия, Иаир, Агей, Сапония Захария, Малахи, Давид, Нафан Данил, Отрахи, Пророк, Мехе, Врам и Саакях Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день прихода Твоего нашего отшествия Не застану с неготовыми Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры И сосудами полно милее добрых дел Соделанных в Духе Святом с любовью Аллилуйя Молите Бога А нас, святые мужчники и мужчницы Игнатий Богоносец, Поликарм, Смельский, Усин, Философ, Космай, Дамиан, Андрей, Стротиран, Ирон, Мужчинник Клемент Римский, Клемент Анкирский, Анфимник, Медийский Георгий, Победоносец, Пантеле, Гимн, Сорок, Святых, Мужчинников Царь, Николай, Святое Царское Семейство Владимир, Иосиф, Борис и Греб Да укрепит Господь народ свой Дабы никто не принял очертания зверя Помилуй нас, Господи Помилуй нас Молите Бога о нас Святые Мужи Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затаусов Афанасий Великий, Крем, Сирин, Антоний, Макарий Макарий, Антоний, Кадосий, Парнили, Ю, Сергий Раныс И Степан Первый, Серафим, Сорок Иоанн Тобольский, Иоанн Кроштадский, Иоанн Шанхайский Кирилл, Инеходий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет И все переводчики священного писания Молите Бога о нас Засохраниться с Господь святой Православной вере А замысл сердечеку прозрушив Ничто превратить Аллилуйя Молите Бога, растите жены и девы Пекла первомущин Сапатина, Самарянина, Феврония Вера, Надежда, Любовь, Матер Софии Наталья, Адриан Варвара, Екатерина, Перепетовая Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина Мария Магдалина, Мария Египетская Прескила, Акила, Андроник, Июня Киприяна, Устина, молите Бога о нас Да дарует Господь послушание и молчание Целомудрие и стыдливо с женам и девам Сохрани их от всяческого поругания Аллилуйя И справ не покорилась Галина семейства Евгения Людмила И Анна И прими нашу молитву Дианя Ру Как жертву вечернюю благоухание Приятное перед престолом благодати Твою Господи И соедини молитву нашу С молитвами всех святых Молящих и Тебе на небе и на земле О Господь, Ты наш Бог, Всевышний Создатель Услыши и исполни молитву всех Молящихся о нас во благо нам Спаси их и помилуй Аллилуйя Господи Боже наш Прошу Тебя особенно о тех Кто запомнил нам молиться Любящий наш Отец Небесный Ради голгофских страданий Сына Твоего единородного Господа И Бога нашего Иисуса Христа И пролитой им крови за нас грешных Услыши, прими и исполни нашу молитву О всех заповедавших нам молиться о них Спаси их Господи и помилуй Аллилуйя Говори, владыка Слушай ты, да слышит раб твой Благодарю за нас грешен 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 Аминь, доброе утро. 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 Аминь. Аминь, доброе утро. 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 В конце издания прилагался краткий самоучитель языка. Затем освоил апостол и псалтири. Через пару месяцев перед отцом Андреем предстал уникам. Эдик оказался человеком, который язык первых русских христиан понимал лучше, чем речь Путина и Медведева. Он и сейчас порой невольно пугает продавцов в магазине каким-нибудь ЕСИ, ПАКИ, ТОНДЕЖЕ и прочими словами ископаемыми. Самым сложным было бросить танцевать. «Я очень хорошо танцевал, а вот уже лет семь как этим не занимаюсь. А очень хочется, очень. Иногда танцую во сне, поднимаюсь наверх в доме и столбенею. Оказывается, отец Андрей классиков хард-рока не слушает, а лобает самостоятельно, причем профессионально. Так гнет. Это с юности пытался оправдаться рокопоп Лазарев. «Я ведь только пятнадцать лет назад священником стал, а до этого играл в одной ярославской рок-группе. Нас там шестеро было, потом трое спились и скололись, а трое стали священниками. Столько лет прошло, а мы все равно иногда встречаемся и играем». Дьякон Элесбар о чем-то задумался. Наверное, о том, что когда-нибудь и он будет тихоря топотать по деревянному полу. «А что? Танцевал же царь Давид, прославляя Господа. Вы что-то имеете против царя Давида?» Когда в таборе узнали, что Эдик заделался алтарником, это было воспринято примерно так же, как если бы он поступил в школу милиции. В приступе к гневу мать обещала перевешать всех священников. Как правило, аромалы, цыгане, называют себя приверженцами той религии, которая вокруг них. Но на самом деле вера у нас всегда одна – суеверия. Цыгане – это самые большие суеверы на планете. Они верят во все и ни во что не верят. Они боятся всего, чего не понимают. Они готовы соблюдать какие угодно обряды, но не ради любви, а из чувства страха. Так, Сергей, не пускай слова. Написано «очень боятся». Ты слово «очень» выбросил. Они очень боятся всего, чего не понимают. Они готовы соблюдать какие угодно обряды, но не ради любви, а из чувства страха. Любая религия для них сразу же становится язычеством. Они не понимают, что такое молиться. Молитва для них – то же самое, что колдовство. Бабка Эдика лучшей колдунью была. К ней многие приезжали из столицы. Как только Эдик стал воцерковляться, раба рая стала терять силу. Одна осечка, другая, пятая, десятая. В конце концов, вся клиентура разбежалась, а внука колдуна родственники чуть не убили. «Видать, дар-то у бабки твоей был не оттуда», – качает головой отец Андрей. «Да вроде она всегда Бога в помощники призывала», – пожимает плечами отец Элизбар. «Элизбар. Родственники набрасывались на меня с кулаками, но я обманывал их. Цыгане здесь загсов не признают. Вошел в дом – вот ты и жених. Вышел за порог – вот ты и разведенный. На венчании его из всего табора были только две сестры – родная и двоюродная. Милые девушки обе уже сидят в тюрьме. Не любят только дома, когда я в подряснике появляюсь. Они этого страшно боятся. Для цыган-священник – это еще и человек, который имеет дело с мертвецами. У нас люди очень боятся мертвых и прикосновения к неживому телу считают осквернением. Какие планы на будущее? Не боясь, всю жизнь в диаконах ходить не собираешься? Понимаешь, Иерей во время литургии символизирует Христа, а диакон – всего лишь ангела. Мне кажется, являть собой образ Спасителя я недостоин. Ни сейчас, ни впредь. Священник наделяет службу смыслом, а диакон – красотой. Это как танец, понимаешь? Я ведь хотел танцевать, вот я и танцую. Цыгане – это как те самые евангельские дети. Пока что это дети-беспризорники. Но я не удивлюсь, если лет через 50 они покажут нам пример благочестия. История христианства таких примеров знают немало. Русский репортер, номер 38, октябрь 2008 год, страница с 44 по 52. Табор уходит в веру. 168 с половиной тысяч экземпляров. Премудрость Соломона 12.11 Ибо семя их было проклятое от начала, и не из опасения пред кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их. Послание Иуда 1.4 Ибо вкрались некоторые люди, и издревле предназначены к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Сокрыться бы, не видеть никого, настолько омерзело то, что вижу, воруют, блудят, горят самогон, потоком хлещет мерзостная жижа. Так думалось живущим в чистоте, желающим прожить не осквернившись, не запретишь хорошего хотеть, создать себе спасительную нишу. И плетью обуха отнюдь не рассечешь, Укоры обличения много льз начат, Скалу гранитную не оживит и дождь, А сердце грешника заблудшего тем пачит. Протест наживе сладкому житью И бездуховности всецело поглотившей, Где только блуд, жратва, спиртное пьют, И с каждым поколением все жиже. Что делать? Что? И ринулись в бега, в любые закутки, что только ахнил. Но лишь начало это, лишь пока, Так появились первые монахи. Сбылась мечта, желанна тишина, Молиться не препятствуют родные, Урезать пищу, питье, поменьше сна. Рекорды в этом ставятся до ныне. Труды великие. Явились мудрецы, Осеменившие монастыри уставом, Составят мифы, и в пески концы Рассвет монашества вселенского настанет. Составят мифы, и в пески концы Рассвет монашества вселенского настанет. Составят мифы, простите, И в пески концы рассвет монашества вселенского настанет. А рядом вовсе тьма непросвещенных, Несущих идолам последние обеды, Монахи истирали каменные щетки, И не учуяли рождение Магомета. Куда бы спрятаться от той напасти злейшей? От тех монастырей в пустыне ни следа. Теперь имамы там, с гаремами там, шейхи, Дичь в изобилии, холодная вода. 23 апреля 2008 года, Игнатий Лапкин. До конца не мог поверить, Что мои стихотворения совершенно не мой стиль, Ничего, сколько я тут взял. Да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я слышал, что местный священник бурно отреагировал на истинное крещение Тамары Позняковой. С чем это связано? И нет ли сейчас хотя бы малого облегчения от них? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. С тем, что истинное действие высвечивает неистинное положение вещей у остальных, Они Тамару не вызвали, не расспросили, А сразу же начали отвинчивать ей голову. Так всегда делали сталинско-берьевские ставленники Советской Патриархии. Во всех до единого учебниках четко и ясно написано, Как в брошюре Игнатий Душеинова, Выпущенной в Москве в 2008 году Даниловским монастырем, По благословению Патриарха Алексия, Через тиражом 10 тысяч экземпляров на странице 76, Что, цитата, «Крещаемый входит в купель и троекратно погружается в воду». Нигде, ни в каком законе Божьем нет указания на нынешнее Проклятое небрежение попов, которые не крестят, Не погружают, а всего лишь только мочат ладошкой макушку Или лоб лже-крещаемого. Ничего, кроме проклятия и удушения, А недуховного возрождения здесь нет. Этих лживых волков в овечьих шкурах ждет страшная кара Божия. Если епископ их защищает в их безумии, То и его голова будет отрублена, Не удерживая Божьего мщения за небрежное исполнение своих обязанностей. Попы влекут людей не ко Христу, А за собой в ад и пугают каким-то отлучением. Незаконное отлучение падает на отлучающего. Иеремия 48.10 Проклят, кто дело Господне делает небрежно, И проклят, кто удерживает меч его от крови. Второзаконие 19.19 То сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, И так истреби зло из среды себя. Когда апостол Павел собрал на прощальную беседу епископов и пресвятеров, Он видел их, какие это делатели, и изрек, И пригвоздил и алтайских попов к этому позорному столбу. Он видел у них под рясами и ризами хвосты серых разбойников, Не поющих, а воющих ночью в лесу Космолинском на луну, Рвущих в селе клочки на клочки своих прихожан за то, Что они решили все же спасаться по Евангелию, а не обману, Держась за волчий хвост. Деяния 20.29.30 Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, Дабы увлечь учеников за собою. Цитата. Его Преосвященству, Преосвященнейшему Максиму Епископу Барнаульскому и Алтайскому От благочинного церквей Павловского округа Иерея Александра Липовцева Рапорт Настоящим сообщаю, Что сложилась крайне сложная ситуация в православном приходе села Клочки Ребрихинского района. Одна из членов Приходского совета Познякова Тамара Дмитриевна Без благословения Приходского священника Игоря Чернодарова Посещала общину Игнатия Тихоновича Латкина, Где приняла, как она утверждает, докрещивание через полное погружение. Хотя перед этим вот уже несколько десятков лет была крещена в Русской Православной Церкви. При появлении у себя на приходе в селе Клочки стала вести активную проповедь в латкинском характере, состоящей из одной хулы на церковь. В связи с этим, чтобы приостановить смуту на приходе, на нее была наложена эпитемия и временно отлучение от святого причастия до выяснения ответов на следующие вопросы, по которым мы ждем вашего решения и благословения. Первое. Действительно ли община Латкина состоит в каноническом общении с вашим Преосвященством и Русской Православной Церковью? И является ли действительно общиной Русской Православной Церкви за рубежом? Второе. Правомочно ли, как мы посчитали, совершение второго крещения через погружение недействительным, так как Познякова Тамара была крещена, даже если община Латкина является частью зарубежной церкви? Третье. Как поступить в дальнейшем с Позняковой Тамарой Дмитриевной? Сентябрь 2008 год. Вашего Преосвященства, послушник Иерей Александр Липовцев. Резолюция. На собрании вывести ее из прихожан Совета за антицерковную деятельность. После покаяния с ее стороны допустите до причастия. 10 сентября 2008 год. Прокосия 6.9. Как разбойники подстерегают человека, так сборища священников убивают и совершают в мерзости. Прокосия 5.1. Слушайте это, священники, и вынимайте, и преклоните ухо, ибо вам будет суд, потому что вы были западнею и сетью. В семейной жизни столько же подвохов со стороны мужей, детей и жен, а одному считается, что плохо. Шатер не шаха похотью сожжен. В великой ярости низверженный дракон лютует, ищет, как бы проглотить. Он с неба сброшен, в битве был сражен, за каждым шагом только и следит. Без искушений дымных шагу не ступить, укоры, критика, от самых задушевных, все от того, что скинули посты, и как не быть столь массово крушением. Развод, аборты, детская преступность, плоды отсутствия молитвы и поста. Беспамятство, беспечность, похоть, тупость, упущенное загнило, вовек не наверстать. Не может быть, чтоб враг не одолел, не только демон, но ислам, китайцы, страна духовных палачей, коллег, сумел же враг и к храму подобраться. Без веры в Бога тропка только в ад, без руководства Духом Божьим в пропасть ада. Масонский план, Россию закопай, всю до конца, и память без остатка. Нам не о нравственности надо толковать, а о спасении души Христом Иисусом. Враг сатана подкрался, словно тать, и Библию сокрыл в мозгах и в чувствах. Борьба за души ангела и беса, они толкают и из подваль, и каждый на свое. С кем пожелаем проводить мы вечность, под трубы чьи ликуем и поем. Душа моя, не ошибись ни разу, за чечевичный суп теряя первородство. Трудись на поприще, не подражая праздным, сил на победу у Христа и спросим. 10 ноября 2008 год. Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком. Тема священства». Том 30. Вопрос 4075. «Вот и ваш брат, родной священник, задал вам вопрос. Кто же из священников все так понимает, как вы? Не познакомите ли нас с такими?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Во всем и апостолы не были похожи друг на друга». Галатам 2.7. «Мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных». Евреи, уверовавшие во Христа как в Спасителя, продолжали соблюдать различия в пище и другое, как принято живущим в иудейском благочестии. А вот язычникам, уверовавшим, этого уже не нужно делать. Ясно, что разница между такими христианами была велика. Деяние 21.25. «О обуверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». «Есть добрые священники, которые видят беду, подмену в церкви, но опять же их как бы кто зашоривает, они всю беду видят в евреях-священниках. А свои-то волки и новорусские попы разве лучших этих крохоборов?» «Надо смотреть правде в глаза. В России произошла управляемая духовная мутация населения. Поздно говорить о продажном и заблудшем священноначалии. Вокруг ожидавленных вероотступников уже собрались столпы столь же продажных и заблудших священников и мирян. «Сколько перечитал я газет и журналов в поисках отражения главных проблем нашего времени. И что же? Пустота, имитация, замалчивание, непонимание, извращение. А ваша газета на голову выше всей той псевдобогословской трескотни и псевдохристианской болтологии, которыми полны страницы нашей официальной церковной прессы. Прилещенных это, однако, устраивает и другого православия, истинного, воинствующего. Они даже не представляют и знать не хотят. Я регулярно читаю РП, и дух нашей газеты мне роднее, чем дух большинства так называемых православных епархиальных газет. Кроме того, если уж такой, в кавычках, авторитет, как господин дворник, дворкин, простите, обзывает сотрудников РП сектантами, вас можно с уверенностью отнести к истинным православным. Их, дворкиных, победа, когда охладеют сердца, и гнать будет некого. Раз вазы гонят, это значит, что мы еще живы, и надежда у Отечества есть. Изучайте Писание и знамения времен, духом испытывайте, так нам заповедано Господом. Нынешние времена, лукавые, все более нас обязывают исследовать их капканы и сети, чтобы выводить из окружения Бесовского ближних своих. Вы преуспели в этом, но я и хочу предложить маленькую, ну, простите, но и я хочу предложить маленькую толику моих наблюдений, исходя из своего опыта. Из года в год, из века в век идет постепенная подмена наших русских православных ценностей. Мы забыли о своем и Руси православном, промыслительном предназначении. Но враги Христа и России очень хорошо об этом помнят. Захват такой территории, как у нас, силой невозможен. Поэтому они захватывают нас духовно-информационно. Оказывается, это возможно. Вот и цена нашей нынешней веры, а точнее безверия. Без духовной победы над непокорным народом, то есть без уничтожения Церкви Христовой как таковой, невозможно осуществление зловещего еврейского плана приватизации планеты со всеми народами и достижения абсолютной власти над душами и телами человеческими. Поэтому на руинах взорванного православия они монтируют свою декорацию, внешне аналогичная, но противоположная по сути антиправославия вероотступников последних времен. Но много ли нынче тех, кто об этом догадывается? Малое стадо верных не должно принимать правила этой сатанинской игры. Нам следует выйти из среды их, этих тепло-хладных предателей веры и сознательных, хотя и замаскированных христоборцев. Порой трудно поверить, что настали такие времена. Однако горькая реальность такова, что печальную истину уже не прикрыть блеском куполов, не заглушить звоном колоколов. Нынешние наши скорби, не то ли это посещение Божие, которое не признали в свое время евреи, до сих пор пребывающие под проклятием Христова. Конечно, надо быть самим дьяволом, чтобы затеять такую грандиозную авантюру и иметь сатанинскую уверенность в том, что все задуманное получится. Слишком серьезна конечная цель при показном внешнем возрождении православия не допустить возрождения подлинного и, более того, добить под шумок остаточное православие в России. Такой план может увенчаться успехом только в случае, если русский народ окончательно утратил веру отцов и связь с Богом, а, следовательно, и масштабное мышление, вневременное и внепространственное, которое и питало его христианскую ответственность за весь Божий мир. Поработившись миру и страстям, оказавшись в плену плотского сознания, мы сами добровольно отдали власть злостным имитаторам, которые зоологическую ненависть ко всему Божественному возвели до уровня мировой политики, приступив к реальному осуществлению своих глобальных планов. В России эти процессы проявились с особой наглядностью, и это промысел Божий, чтобы мы возопили к нему «Сердце чисто, сосижди во мне Божие, и дух прав обнови во утробе моей». Ибо только чистым сердцем и духом святым можно ныне отличить истинного русского священника от волка в рясе, а веру от суеверия. Завладев церковной властью, то есть создав свою параллельную власть, не соответствующую благодатным канонам Церкви Христовой, они «тихой сапой» в кавычках реформируют, а точнее подтачивают и сам фундамент вселенского православия. Нынче, по пословице, такие времена настали, что бесы добрыми все стали. Но, простите, тоже и с жидами. Приходится констатировать, что они достигли «высокого» в кавычках православного профессионализма, освоились в наших храмах, как в своих собственных синагогах и капищах. А как нелепо они выглядели еще лет и десять тому назад. Я помню, удивлялся, как внимательно следили за нашим поведением священники из евреев, как они в кавычках «благодарно» впитывали все, старались усвоить внешние признаки истинного русского благочестия. Теперь понимаю, они торопились замаскироваться под своих, облачиться в ризы русского духовенства, внешне во всем подражая нам. Зачем? Чтобы незаметно и из-под валь заменить нас, пока мы медленно возвращаемся к своим духовным корням. Чтобы, не боясь разоблачений, уверенно вести стада русских баранов на заклане. Чтобы бараны эти ни о чем не догадались, воспринимали антихристов в порядок, который им навязывают как волю Божью. Чтобы русская церковь смиренно следовала за этими волками в овечьих шкурах. Они многого добились. По собственному опыту знаю, с каким недовольством и презрением к тебе относятся прихожане тех храмов, где им удалось захватить власть. Не надо им православия крестного, кровавого, жертвенного, самоотверженного. Не для того они мастерили себе рай на земле, чтобы отвергнув земное, устремиться к небесному. Это говорит о том, что, к сожалению, работа внедренных в улону нашей церкви антипастры по размножению антипастры идет успешно. Как это не дико для христианского сознания, но я опасаюсь, что одураченные массы нашего народа церковного под их руководством спокойно пойдут навстречу антихристу, утверждающему господство своих клевретов и их фальшивое православие. Поздно говорить о продажном и заблудшем священноначале. Вокруг него уже собрались столпы продажных и заблудших посолок. В свете такого трогательного единства любые претензии ревнителей истинного православного благочестия к вероотступникам будут рассматриваться как посягательство на святое и узаконенное мирное и естественное положение дел. Скоро все, что находится вне рамок формирующейся ныне государственно-религиозной структуры будет считаться экстремизмом и угрозой терроризма. Надо смотреть правде в глаза. В России произошла управляемая духовная мутация населения и это промысел Божий Матфея 10.22 И будете ненавидимы всеми за имя мое претерпевшие же до конца спасется. Они сами вытесняют нас из среды своей так Господь выводит верных из плена жидовского малое стадо верных которым спаситель обетовал свое царство составят те кто выстоит до конца. Так что для нас пока испытания не начались еще идет отбор кандидатов. Господь пока лишь предлагает нам свое спасение а окончательный выбор нам еще предстоит сделать в непростых условиях. Следует подчеркнуть что перекрасившиеся в православные жиды не просто паразиты на теле церковных и не просто приспособленцы которые за спинами недотеп и предатели нашли теплое место под солнцем. Нельзя недооценивать эту проклятую богом заразу пришедшую в наши времена к своему сатанинскому совершенству. Еврейство не национальность это метафизическая общность людей несущих определенную миссию призванных стать инструментом для исполнения и реализации божественного промысла говорит раввин один Штейнзальц международно еврейская газета номер 46 47 за 1999 год и мы бы не спорили с ним будь это сказано да их проклятие Христом теперь же они являются инструментом реализации не божьего промысла а сатанинского плана по воцарению антихриста для этого они и паразитируют на христианских понятиях и терминах на всем что может обеспечить им превосходство над нами православными а кто виноват мы сами мы уже столько натерпелись от их произвола а все не научились отличать их притворство от истины между тем они при помощи отца своего дьявола близки к победе отречение от Христа дало ему над ними полную власть и он воспользовался ею чтобы создать из них свое совершенное орудие растления и богоборчества в этом сила их организованности но бог поругаем не бывает писание свидетельствует что неисповедимой премудрости божией способствует злое благому намерениям неблагим попуская им усиливаться и мучить нас господь создает условия нашего совершенствования для духовного возрастания для борьбы и жертвы сами себя искусственно мы так воспитать не смогли бы одно дело учение другое война так что отбросим робость и боязнь бояться надо не их за силе а оскорбить бога своими грехами и нелепыми страхами смиримся же чтобы не помешать господу ставить их на место через нас смиренных ибо по слову писания сила божия в нем еще совершается наше христианское мировоззрение и совесть несовместимы с их образом восприятия и средствами достижения целей поэтому мы в определенном смысле ослеплены и расслаблены например нам трудно допустить что наши святыни для православных жидов всего лишь декорация я например содрогаюсь когда обрезанный в кавычках священник открывает дверь в алтарь ногой и в холодном поту благодарю бога за то что и на этот раз он не обрушил на нас свободы храма их патологическая ненависть ко христу и к русским людям неистребимо их внутреннее духовное уродство не позволяет постичь благодатную сладость сокровенного православия для них что не торгуется то несущественно чего не пощупаешь того нет при этом они прекрасные актеры лицедействуя на солее все они могут вымитировать сымитировать и в храме организовать аншлаг в кавычках но состояние своей души не могут довести даже до соответствия их внешнему артистизму их внешние маски всегда будут находиться в диссонансе с их сущностью поэтому в своих кругах у них иногда вырывается устал прикидываться православом да уж играть роль православного священника это вам посложнее чем на эстраде кривляться это безблагодатность такого священника в кавычках но простите но безблагодатность такого в кавычках священника со временем все равно становится очевидной для тех кто не потерял еще окончательно душевного здравия и искренней веры и когда обман раскрывается окончательно то пасту уже не завлечешь золотом куполов ее сердце не удовлетворишь мертвым механическим рассказом о господи наша реакция на деятельность вероотступников русопопов и христоборцев показатель нашей совестливости россии как воздух необходимы новые духовные вожди мы обязаны сохранить то что предали нам эти угодники божии в чистоте простите мы обязаны сохранить то что передали нам эти угодники божии в чистоте и неприкосновенности защитить церковь как тело христова как обители духа святого божия от нашествия перекрасившихся и замаскировавшихся жидов мы видим как тиски сатанинские каждодневно сдавливают свободу христианской жизни и жизнь такая становится невыносимой и ненавистной но первые христиане мечтали пожить в последние времена тогда говорили они настоящее испытание на веру будет что ж нам делать хранить благодать божию стоять в истине до победного конца и восходить от силы в силу в храме идет активное выявление истины православных и целенаправленное их изгнание вытеснение преследование а для иудеев в рясах весит антураж только прикрытие их сатанинских планов глядя на все это беззаконие невольно проникаешься мыслью что это уже не церковь христова а мирская юридическая организация или попросту говоря новая синагога а ведь это мы с вами своим равнодушием и нерадением предоставляем им возможности паразитировать на теле матери церкви на просторах матушки россии на нашем хребке внутренняя наша жизнь не приведена в соответствие с заповедями божьими нет у нас пламенной ревности в стяжании духа божия нет и благоговения предсветыней живого и деятельного благочестия не храним мы благодать в себе и друг в друге потому и остаемся слепы и беспомощны перед лицом жидовствующих разрушителей церкви даже зная этих ряженых лжепасты в лицо нет у нас страха божия нет и ответственности за порядок в стране и храмах божии нет осознания вины за все что проходит перед глазами да есть ли вообще благодать в вашей церкви часто упрошают те кто не выдержал напряжения борьбы здесь и решил искать спасение на стороне в других юрисдикциях бесспорно есть но жидовствующие с ней борются мне кажется что делают они это неосознанно так как имея юридическое ветхозаветное сознание они и понятия не имеют что такое благодать но борясь с подлинным православием они делают все чтобы по-своему сымитировать благодатную церковную атмосферу именно имитация истины жидовская подделка сегодня сплошь и рядом вытесняет сам дух истины отравляя все внутри своей ложью при полном сохранении и благолепии внешней исправности они захватили официальную внешнюю церковную власть и теперь стремятся к внутренней благодатную жизнь церкви тоже поставить под свой контроль они захватили официальную внешнюю церковную власть и теперь стремятся к внутренней благодатную жизнь церкви тоже поставить под свой контроль опечатка так что бегать из юрисдикции в юрисдикцию в поисках благодати бесполезно юрисдикция не спасет как и все мирское вселенская церковь православная ныне и юридически и фактически расколота на множество церквей и церквушек но духовно она цела и расколоть ее невозможно так как она есть тело Христово состав же этого тела ныне входят все благодатные части разных юрисдикций вот и польза Руси православная в том что она готовит народ Божий распознавать в духе и истине жидовские попытки подменить мать нашу церковь Христову своей бесовской подделкой с любовью о Христе священник Владимир Христовый Деяния 20 30 И из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собой не будешь проверять на произношение звука и исторгать из числа живых судей 12 6 они говорили ему скажи шибалет а он говорил сибалет и не мог иначе выговорить тогда они взяв его заколали у переправы через Иордан и пало в то время из Ефремлян 42 тысячи Жизнь продолжается в шувливых воробьях дерущихся за место пищу солнца в тоске акафисты по прошлому скорбят зима и лук никто здесь не пасется конечность зримая во всем круговороте однообразием томит все так привычно не прилепись к земному все здесь против небесное и вечное неискренно так ищем едва привыкнешь как-то и притрешься готов скрипеть лишь не было бы хуже внезапно поворот от прежнего ни крошки недавно завтракал пустой карман на ужин жизнь продолжается на смертных поворотах скрывая многое за пасмурностью дней бог нагибает чтоб принять все кротко чем дальше от событий тем они видней последствия явились при общей панораме и чуточку забрежилась вчерашняя в пунктирах зигзаг спасал от ямы если прямо не через щель рассвета вид а много шире у каждого встречался некогда оман грозился виселицей гнал нас безысходность фальшивая тружба высвечен обман а там нерасположенный стал годным жизнь продолжается а жизнь лишь во Христе в доверии к его всем замыслам в заботе песок событий тучей на зубах хрустел для правнуков стоянием опыт скопим в привычном и рутинном вечность рассмотреть с пеленотом в роддоме или в морге преобразуется на пользу даже явный вред и утренней апатии к себе быть строгим у многих дел концовку мы не знали и потому засучивали жизнь рукава мы христиане оправдаем звание запретный плод событий не сорвать 14 ноября 2008 год Игнатий Лапкин отдых пару минут 2 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 16 Так, я не спрошу тебя, у нас икра, иди, иди, икры, дай, икры, дай, да, подожди, у нас продевайте ложечки, оттуда у нас, ты не готовы, держи, не подожди, млейки, стой, вот здесь же там вся эта аппаратура там, так, матушка, не догонишь, как под аппаратом взял, она мигом вдохнула и убежать. Смотри, последний куплет какой, у многих дел концовку мы не знали, и потому засущивали жизнью рукава, мы, христиане, оправдаем звание, запретный плод событий, не сорвать. Он предложение возьмешь, и за твои деньги вычитать, и все, на дежурстве сидит, а так я понимаю, кот вырос какой. На кончу, ушел совсем или еще? Нет. Просто, чтобы не солгать, он сейчас просто ничего не говорит, ушел и все. Ну, говорит, кто-то с вами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 30-й том добрались. Книга «Открытым оком», тема священства, том 30, вопрос 4114. «Почему ничего нельзя сказать священнику, когда видишь явно, что он неправильно поступает? Почему сразу же он грозится отлучением от причастия? И в этом его тут же поддерживает архиерей, совершенно не вникнув в суть дела?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Все это по дикости и невозрожденности. Если человек вводим Духом Святым, то ему такое даже со стороны слушать больно. Мы же все братья, и потому должны помогать друг другу. Христос же не сказал, что если поступит несправедливо против тебя мирянин, простец, то выговори ему. Но Лука 17.3 «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Только это должно быть сделано так, чтобы в этом не было хамовитости и дерзости. Если ты любишь священника, ты просто по долгу любви обязан подсказать ему, где ему нужно исправиться». Кавычки открываются. К сожалению, среди современного духовенства и простых верующих довольно широко распространено бездумное преклонение перед церковной иерархией. Церковное, в кавычках, начальство, они по недоразумению часто отождествляют со всей церковью. Такое же отождествление обычно для неверующих людей. «Почитание епископата простирается до фактического признания за ним непогрешимости». Так, богослов-модернист, дьякон Андрей Кураев предлагает нам считать голосом церкви исключительно суждения патриарха и епископата. В условиях ипостаси это заблуждение становится одним из самых опасных. Подчинение Богу, послушание и служение Ему заменяется служением человеком, находящимся на вершине церковно-управленческой пирамиды. Процесс этот инициировал католицизм, а в глобальном смысле он найдет свое завершение в царстве Антихриста. Церковь это не только иерархия, но и православный народ. По учению православной церкви писал святитель Тихон, патриарх московский и всея Руси, хранителями чистоты веры и отеческих преданий являются не только глава церкви и не только иерархия церковная во всей своей совокупности, но все тело церкви, а следовательно и верующий народ, которому также принадлежат известные права и голос в церковных делах. Один из основных экклезиологических постулатов заключается в том, что все члены церкви совместно составляют некий постоянный собор народа Божия, который является защитой веры. Соборный уклад жизни православной церкви предлагает участие в церковном делании всех ее членов, начиная от епископов и кончая рядовыми мирянами народом Божьим. Более того, именно народ Божий является фундаментом соборности, без которого немыслима полноценная деятельность церковной иерархии. Кавычки открываются. У нас ни патриархи, простите, у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменную. Из истории церкви нам известно, что и вселенскими были признаны лишь те соборы, которые были приняты всем телом церковным. Великий русский мыслитель А.С. Хомяков об этом писал так. Бывали соборы еретические, каковы, например, те, на которых составлен был полуарианский символ, соборы, на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое больше, чем на Никейском, соборы, на которых императоры принимали ересь, патриархи провозглашали ересь, папы подчинялись ереси. Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому, единственное, что их решения не были признаны народом, тем народом, и в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждаю, церковником и мирянином, мужчиною и женщиною, государем и подданным, рабовладельцем и рабом, где, когда это нужно по усмотрению Божию, отрок получает дар видения, младенцу дается слово премудрости, ересь ученого-епископата опровергается безграмотным пастухом, дабы все были едино в свободном единстве живой веры, которая есть проявление Духа Божия. Хомяков А.С. Новомученик Михаил Новоселов, умерший в 1938 году, канонизирован в 2000 году, известный богослов своего времени, в книге «Письма к друзьям» писал, «Не будем смущаться неверностью множества пастырей и архипастырей, как явлением неожиданным. Это не новость для Церкви Божией. Наравственные потрясения, которые исходившие всегда от иерархии, а не от верующего народа, бывали так часты и сильны, что дали повод к поучительной остроте. Если епископы не одолели Церковь, то врата Адовы не одолеют ее». Не будем не одумевать и перед тем, что часто простецы, иноки и рядовые миряне больше архипастырей обнаруживают не только ревности о деле Божьем, но и разума духовного. И раньше уши народа оказывались, по словам святого Иллария Пиктовийского, «святее сердец иерархов». Не одними иерархами утверждалась и утверждается крепость Церкви Божией. Не ими и не учеными богословами хранится святое достояние ее, «Дух истины, почивший на славных первенцах ее. Перенося из века в век свое небесное сокровище, Церковь Христова блюдет его при посредстве тех, имена коих написаны в книге жизни, а не в ставленческих грамотах и ученых дипломах. Ибо подлинное самосознание церковное движется не по пути иерархичности и учености, а по руслу святости». Решающие роли народа Божия в одолении обновленчества М.А. Новоселов в частности писал, «Я указывал в предыдущем письме на роль православного народа в борьбе с живою церковью, но на то, что святыню истинной церкви против живоцерковного нечестия отстаивал главным образом народ, миряне и иноки, гораздо менее пастыри. Народу пришлось решать глубоко жизненный и, увы, для многих архипастырей и пастырей, оказавшийся неясным вопрос – где истинная церковь? И народ своим духовным чутьем избрал истинный путь и пошел за истинными христовыми пастырями, полагавшими души свои за стадо Христова, а не за мочинным сборищем волков в овечьей шкуре». «У нас народ, отвергший обновленчество в согласии с законной церковной властью и новый стиль, вопреки распоряжениям этой власти, явил себя и в том, и в другом случае хранителем веры, действуя и там, и тут православным». Письмо 12. Мы знаем, что соборные начала церковной жизни сегодня сильно искажены. Несмотря на официальное декларирование принципа соборности церкви и на формальное существование соответствующих этому принципу институтов, поместные и архиерейские соборы, ипархиальные и приходские собрания, духовные соборы, монастырей, реальные механизмы церковного управления жестко централизованы. Дошло до того, что в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе был фактически списан за ненадобностью поместный собор, в деятельности которого должны принимать участие не только архиереи, как на соборе архиерейском, но и священники, диаконы, монашествующие и миряне. Это отчетливо говорит о том, что глаз народа Божия церковные администраторы слышать и учитывать при принятии решений не хотят. Священник Георгий Андреев в статье «Кто и когда упразднил поместный собор» газета «Русь православная» номер 1-2 за 2004 год убедительно показал, что церковные власти, принявшие в 2000 году новый, незаконный во многих отношениях, в том числе с формально-юридической стороны, устав РПЦ, произвели, по сути дела, захват власти, совершили переворот в управлении РПЦ. И причиной этого, очевидно, является властолюбие той части епископата, которая решила стать главой церкви, заменив собой подлинного и единственного ее главу Христа. Как тут не вспомнить известное пророчество оптинского старца Антония, Анатолия, простите, Потапова, цитата, «Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Это духовные тати, расхищающие духовное стадо, и войдут они во двор овчий, церковь, перелазя инуди, как сказал Господь, то есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая божьи уставы. Узнавай их, сих волков в овечьей шкуре, по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию. Это будут клеветники и предатели, сеющие вражду и злобу. Что же нам делать? Бороться. Нам всем необходимо бороться за восстановление принципа соборности. Церковь сильна своей соборностью, и именно в соборности спасения Руси. Вот и получается, что верующему народу, по большому счету, ничего иного сегодня не остается, кроме как последовать совету содержащемуся в письме монаха пустыни. А на многочисленные индивидуальные и коллективные обращения, рядовых верующих или обращения, например, православных братств и епископы просто не обращают внимания. Вспомни, например, сколько было направлено обращений к участникам Архиерейского собора 2004, в том числе с просьбой о незамедлительном созыве Поместного собора. И ни одно из таких обращений не фигурировало на этом Архиерейском соборе. В то же время продолжаются гонения со стороны церковных и государственных властей в отношении клириков, монашествующих и мирян, выступающих против электронной калификации и других проявлений апостасии и борющихся за возрождение святой самодержавной Руси. Правящие архиереи подвергают истинных пастырей неканоническим прещениям. Все это просто вынуждает православный народ перейти от слов к делу. И в частности, к тому делу, которое предлагает всем нам, отец Константин, к делу удаления из церкви волков в овечьей шкуре, по выражению оптинского старца Анатолия, духовных татей, расхищающих духовное стадо. Для этого нужно просто собраться, прийти к такому архиерею, лжепастырю на прием и попросить его, а в случае несогласия, потребовать, немедленно оставить управление епархией по причине его еретических, ведь экуменизм, например, это, как мы знаем, ересь ересей, и антицерковных, а значит, антихристианских убеждений и действий. Будем надеяться, что это принесет реальные положительные плоды. Да поможет нам Бог. Во всяком случае, мы должны показать нашим архипастырям, что мы не бессловесное стадо баранов, которое можно гнать куда угодно, пусть даже и прямо в лапы апокалиптическому зверю, а словесное стадо Христова, хоть и малое. Своими конкретными действиями мы напоминаем архиереям, что церковь – это тело Христова и корабль спасения, а не частный прогулочный катер. по выражению Паисия Афонского от редактора «Русь православная». Я совершенно согласен с тем, что сказано в этом письме. Сомневаюсь лишь в возможности реализовать на практике предложения отца Константина. Наши нынешние архиереи таковы, что не задумываясь просто вызовут себе на помощь милицию и объявят пришедших к ним на прием мирян хулиганами, погромщиками и экстремистами. А потом еще и в прокуратуру соответствующее заявление пришлют. Но попробовать так или иначе воздействовать на нерадивых пастырей мы, безусловно, должны. Народная пословица справедливо отмечает, что под лежачий камень вода не течет. Только конкретный практический опыт может показать, как можно заставить церковное начальство всерьез прислушаться к голосу народа Божия. Константин Душенов Евангелие от Иоанна 9.34 Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. 3. Иоанна 1.9 «Я писал в церкви, но любящий первенствовать у них диатрев не принимает нас». Исход 2.14 «А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». Моисей испугался и сказал, «Верно узнали об этом деле». Точку опоры искал Архимед, грозился всю землю тогда опрокинуть. Немало повсюду подобных примет встают из далекого ярко-картинно. Весь мир переделать, скрутить и подмять пытались Нероны, Атиллы и Гитлер со Сталином Ленина родятся опять. Масоны антихристу выдраят скипетр. Когорты, казалось, бессмертного Рима, гремели победно, теснили повсюду, где сила, которая гордость не зренит, горшки перебьет, переплавит посуду. С верой в распятого плотника вышли всего лишь двенадцать апостолов нищих. Христос их опора, и это не слишком, в дворцах и лачугах сокровища ищут. Точка опоры в священном писании, нет имени краше, чем сына Марии, с головою пророка сквернавка плясала. Как многих в застенках с тех пор уморили. И скотомогильник начал оживать, слепые прозревшие купальню возвысят, империя Рима трещала по швам, метались дворцовые в ужасе крысы. Точку опоры обрел Константин, с язычеством было покончено разом, Владимир Монахов к себе пригласил бороться в блудилище с пьяной заразой. Как жаль, что пошли не евангельским трактом, не в благовестии точка опоры, и не на проповедь силушку тратят, а о незримом столетия спорят. Я точку опоры в Иисусе обрел, рычаг благовестия грех опрокинул, с Христом самый немощный смелый орел летит через проповедь к Божьей тропинке. 26 июня 2008 год Игнатий Лапкин Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Книга Открытым оком Тема священства о том 30 вопрос 4120 Почему такой дефицит священств ведь уже столько лет свобода в стране? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин Дефицит в настоящих верующих а уж потом нужно говорить о пастыре без рождения свыше так и не будут мертвецы в рясах мстительные простите без рождения свыше так и будут мертвецы в рясах мстительные злобные лживые но когда душа воскресает из мертвых после встречи со Христом тогда все меняется нет истинного благовестия от проповеди нет обращающихся нет и истинный пастырь а каких нарукополагали вопреки канонов церковных они потом уходят или в сектанты или в мир кавычки открываются и здесь мы подходим к главному серьезные отклонения прослеживающиеся в устроении церковной жизни и утрата православной духовной традиции являются следствием реализации целенаправленной программы по деформации сознания русского человека и самое страшное что программу эту воплощают в жизнь в подавляющем большинстве православные священники и епископы об этом даже не подозревающие и в основе своей добросовестные но рукоположенные с каноническими нарушениями обойти эту тему нельзя из-за того что в свете обсуждаемых нами проблем она является одной из ключевых так как порочная практика рукоположения священства вопреки каноническим правилам разрушают русскую православную церковь и является одним из главных препятствий возрождения русского народа и если ее не прекратить эти процессы могут перейти в необратимые этот важнейший для церкви деликатный и требующий мудрого решения вопрос требует тщательного изучения значение его перерастает рамки частного отступления от канонических правил что практикуется сейчас повсеместно ведь священник формирует духовный климат прихода каков поп таков и приход народной мудрости не возразишь из настроений же в отдельных коллективах складывается духовная атмосфера всего общества то есть мы русские будем такие какие есть наши попы или школьные учителя а среди них и тех и других как уже было отмечено евреев половина выходит будем еврейскими вообще возведенная в систему отступления от канонов и обхождения законов это проявление типично еврейского духа духа талмуда который самого бога подчинил еврея наш истинно русский дух наоборот отличает приверженность к правилам неукоснительная иногда даже доходящая до фанатизма им следования русские люди приверженцы древнего благочестия в трагическом для России 17 веке сжигали себя не принимая отступления даже от не имеющих канонической силы традиций и именно влиянием еврейского духа можно объяснить существующую ныне в нашей церкви практику найти объяснение любому нарушению канона подобное духовное развитие в кавычках следующим этапом предполагает начать и догматы объяснять по-своему то есть по-ихнему имея целью оградить церковь от чуждого духовного воздействия святыми отцами были выработаны каноны регламентирующие ее жизнь руководимые духом святым они предусмотрели все имеющие быть в будущем ситуации и тщательное соблюдение этих правил позволяет сохранить чистоту православия в любых условиях и при любых обстоятельствах в числе этих канонов и те которые предусматривают условия и требования позволяющие избирать для священнического служения самых достойных членов общества и препятствующих проникновению в клир соответственно людей недостойных согласно им у престола Божия должен предстоять непорочный агнец сохранивший себя в чистоте без физических изъянов и высокой нравственности человек а потому как ему необходимо еще и управлять своей паствой имеющей вдобавок определенный духовный и жизненный опыт и возраст причем избирает пастыря сама паства что естественно во времена канонического устроения церкви православная община из своей среды избирала самого достойного никаких своих интересов интересов непреследующего человека и часто самого того нежелающего приводила к епископу который после надлежащей проверки его и рукополагал по своему усмотрению за канонические нарушения и личные грехи община могла его и изгнать в синодальный период русской православной церкви иерейское служение превратилось из призвания в профессию и этим ей был нанесен страшный удар священство стало закрытой кастой жрецов и не избиралось народом а воспитывалось в учрежденных и контролируемых массонерии массонерии семинариях следствием чего уже тогда наблюдалось его духовное и нравственное разложение и картины вроде всем известного чаепития в мытищах были не только плодом больного воображения разных передвижников но и писались с натуры мало кто сейчас задумывается о том что революция 1917 есть следствие духовного упадка русского народа произошедшего в свою очередь от духовной деградации ее пастырь как людям свойственно мы из одной крайности бросаемся в другую и после горького лечения коммунизмом древолюционную Россию в своем представлении рисуем только в пасторальных тонах благочестивый народ трудится под подкровительством и защитой такого же благочестивого монарха вместе с благоговейными иереями и монахами молился в церквах и монастырях но пришли евреи с китайскими и латышскими стрелками и эту идиллию разрушили но ведь несколько десятков тысяч предводительствуемых евреями латышей китайцев германских и австрийских военнопленных ничего бы не способны были сделать с многомиллионным русским народом если бы не подорван был его православный дух и он не был бы готов к революции разбой и разврату ведь это же бывшие русские люди сбивали кресты из церквей и взрывали устраивали в них клубы и на кладбищах парки культур мультуры с танцплощадками на христианских могилах и не надо забывать что среди пламенных революционеров следующими по численности после евреев шли питомцы духовных училищ и семинарий если смотреть правде в глаза надо признать что в числе тысяч замученных большевиками священников было достаточно тех кто задыхался в душной атмосфере деспотического режима и приближало революцию а в феврале расхаживал с красными бантами на груди писал поздравительные реляции временному правительству и служил за него молебны многие из них с радостным возбуждением встретили дух перемен а когда этот сатанинский дух ощерил свой звериный оскал не смогли достойно ему противостоять революция кроме всех страшных бед которые она принесла была еще бичом в руках божиих который разметал масонское гнездо свитое в нашей церкви господь и зло сотворенное людьми обращает в добро ведя их неисповедимыми своими путями бытие бытие 50-20 в советский период начали обходить уже и сами канонические правила касающиеся требований предъявляемых кандидату на священнический сан сначала в исключительных случаях под предлогом того что немногие решали священниками становиться а в годы перестройки когда начали креститься полными составами от водителей до первых секретарей райкомы и обкомы священников стали рукополагать в авральном порядке уже без соблюдения каких бы то ни было канонических норм в каком-то угаре иначе и не назовешь рукополагали 18-летних детей многоженцев бывших комсомольских активистов буддистов и прочих аферистов чьи-либо робкие попытки предостеречь от такой неразборчивости пресекались в корне как же ведь идет второе крещение Руси но ведь каноны в своих многочисленных примечаниях и дополнениях учитывающие самые разнообразные экстренные случаи нигде не говорят что в случае оскудения священства их можно рукополагать из числа безусых юношей блудников и активистов богоборческих организаций если не успевали бы канонические священники крестить могли бы это делать за них и миряне что позволяется в исключительных случаях миропомазаться новокрещенные для полного соблюдения чина могли и позже какого-нибудь канонического священника таким образом и руси окрестили и каноны соблюли следующее возражение наших оппонентов ну а кто же будет исповедовать паству оставлять на него ответим что это только марксистско-ленинской философии количество переходит в качество никакие причины не могут быть основанием рукополагать во священство неготовых к этому служению людей тем более его недостойных мы сейчас как раз и обсуждаем то как нам выбраться из тупика в который нас завели эти самые слепые вожди слепых евангелие от мотфея 15-14 нельзя бывшему комсомольскому деятелю доверять людские души ему очищением собственной до конца жизни заниматься надо рано как и невозможно окончив философский факультет по кафедре атеизма покреститься и стать богословом потому что богословие это не наука а мистический опыт в России даже многие священники не знают что не всем из них даже канонически рукоположенным дозволяется исповедовать пасту на это имеют право только самые духовно опытные из них над которыми совершается и особый чин хиротесия врач лечащий наше временное тело должен иметь диплом дающий ему на это право сколь же бесценнее бессмертная человеческая душа а мы ее доверяем не имеющему права входить в нее человеку не надо еще и забывать что господь дает нам все по потребности духовному состоянию нашего народа соответствовало и число истинных пастырей и то что на данный момент это состояние ненамного улучшилось как раз говорит о том что за все наше смутное время таковых намного и не прибавилось в настоящее время несмотря на то что священников вроде бы достаточно эта разрушающая церковь практика уже стала нормой и священником в наше время может стать практически любой желающий в духовном плане это целая катастрофа врагу сейчас нет необходимости прибегать к каким-то экстраординарным действиям ему достаточно спокойно дожидаться развития ситуации оторванные от православных корней священники неофиты не имеющие ни аскетического опыта ни настоящих духовных наставников потерявшие преемственность духовной традиции устраивают церковную жизнь такой какой себе ее представляют то есть разрушают церковь кроме того такое положение открывает доступ к людским душам и всяким проходимцам и даже сознательным врагам на их пути сейчас практически нет никаких преград в наше время и при существующей системе отбора кандидатов ничто не помешает сознательному талмудисту буддисту сатанисту эксгибиционисту и так далее выучиться на епископа и стати потому что хоть сейчас епископа и не назначает печальной памяти совет по делам религии все равно избирается он узким кругом пусть и имеющих аркипасторские саны лиц без какого-либо участия вверяемой под его жезл пасту если таковым властолюбцам не препятствуют мудро составленные святыми и отцами канон то нам немощным и потерявшим рассудительность детям нынешнего века в этом с ними бороться не под силу так как мир сей до времени отдан под власть дьяволу и он наделил своих адептов такими демоническими способностями то помешать им захватить бразды правления в церкви мы без помощи божьей не в состоянии а каноны святых отцов и есть божья помощь о которой постоянно твердать ждущие ее невесть откуда умиленно закатив глаза и сложив на животике пухлые ручки многие наши батюшки и получается что не каждый желающий может стать космонавтом летчиком шофером водителем трамвая наконец для этого нужно помимо знания теории обладать какими-то определенными физическими качествами позволяющими управлять механизмом и пройти медкомиссию для того а вот водителем душ человеческих может стать любой этого сильно захотевший вне зависимости от качества его личной души более того успеха скорее добьются как раз карьеристы определенный склад людей одержимых целым комплексом человеческих страстей позволяющих им любыми средствами добиваться поставленной цели и наоборот истинные рабы божьи смиренные и скромные при сложившейся системе отбора в иерархию попадают только промыслом божьим свою церковь сохраняющим и несмотря на то что в последнее время предпринимаются попытки в этом навести какой-то порядок привычка обходить каноны настолько укоренилась что искоренить ее усилиями отдельных архиереев не получится нужны кардинальные меры и это должна решать церковь всей своей полнотой представляю реакцию прочитавших но пусть тогда каждый сам себя спросит хоть в малой степени похожи ли мы на первых христиан у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не называл своим но всех но все у них было общее деяние 432 соответствуем ли мы завету христа потому узнают все что вы мои ученики если будете иметь любовь между собою евангелетана 1335 не не надо себя обманывать ведь речь идет о спасении не нам ли господь сказал если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в царство небесное матфея 520 не волновать эта проблема может только человека не понимающего ради чего он пришел в церковь и вообще ради чего живет на земле сейчас часто в основном от архиереев и священства можно услышать мнение что умалчивать некоторые проблемы и закрывать глаза на многие неприятные факты в церкви приходится для того чтобы не ввести в соблазн церковный народ потому что это в свою очередь может привести к расколу и патетические восклицания о его недопустимости раздаются сразу же как только речь заходит о какой-нибудь острой церковной проблеме недопустимость раскола превратилась в некий фетиш даже заклинательную формулу существующую отдельно от обозначаемого явления и формула эта в настоящее время имеет универсальное применение ею заклиняется малейшая попытка разрешить любую внутрицерковную конфликтную ситуацию в основном же она применяется для оправдания неканомические действия и личных грехов иерархии иклира и что теперь будем бояться что какой-то садомит уйдет в раскол пусть уходит и еще себе подобное за собой уводит согласно канонам священником может стать муж одной жены то есть не имевший до брака никакой другой или в случае если он монах девственник достигший 30-летнего возраста только этого хватит чтобы под запрет отправить большую часть нашего клира а существует еще множество других ограничений монах Афанасий Иезекииля 34 18 11 живу я говорит Господь Бог за то что овцы мои оставлены были на расхищение и без пастыря соделались овцы моей пищей всякого зверя полевого и пастыри мои не искали овец моих и пасли пастыри самих себя а овец моих не пасли зато пастыри выслушайте выслушайте слово Господне так говорит Господь Бог вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будут более пастыри пасти самих себя и исторгну овец моих из челюстей их и не будут они пищей их ибо так говорит Господь Бог вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их что нам напоминают купола церквей да внешне все красиво все прекрасно а внутрь загляни там пусто нет детей бесплодия с позорищем ужасным на купол деньги сборщикам не дал мне объяснили чтобы было видно чтобы заходили люди золото металл их привлекал не дал и мне не стыдно на купол золотой я ни рубля не дал но как же людям о Христе напомнить визитки на занятия по Библии раздал и разошлись без траки но с поклоном хотел я слово Божье изучать пришел в кружок патриархийный слово меня прогнали начали рычать раскольники сектанты и я ушел оплеван он учит что нельзя мол воевать отечество и родину не любит я указал Христовы им слова врага поить кормить и приколубить Пупков Сергей 15 августа 2007 года по милости Божьей тема священства одолена так Игнать Тихонович вы мне пожалуйста пришлите с 3306 по 3420 вопросы которые я начитывал а записывали вы я их оформлю и вставлю в папку и отконвертирую их все в формат mp3 чтобы было на аудио такая вот у меня насля по этому поводу с богом с богом с богом с богом христос оленька молодец что ты губами шевелишь не слышно оленька включи спаси спаси христос за помощь слава божью ты нынче кукурузу больше посади на мой пай этим летом была засуха не урожай был ну оставила семена оставила хорошо хорошо вы мне тему еще дадите или уже кончились темы у меня закончились все хорошо сейчас же я посмотрю какая у нас рядом надо поговорить перепишу вы какой шли канализация канализация вот она тут канализация это у нас и попадет еще сейчас рядом посмотрю какая есть сейчас хорошо все тогда уходим и я тут прямо сразу зайду все с Богом канализация